Добрый день, дорогие коллеги! С вами Александр Куртеев и в этом видео мы рассмотрим интеграцию Schoolmaster с Ama.CRM. Что вообще дает эта интеграция? С помощью интеграции, которая уже встроена в систему, вы сможете передавать данные из системы Schoolmaster в Ama.CRM. То есть будут создаваться сделки и при необходимости меняться статусы. На основании чего создаются сделки и меняются статусы? Есть триггеры, то есть события, после которых происходит определенное действие. Так вот, эти события привязаны к получению бесплатного товара. Например, пользователь написал имя, e-mail, получил доступ к какому-то бесплатному продукту со всеми вытекающими последствиями, которые имеются у нас у бесплатного товара. На основании этого мы можем пользователя как раз поместить в определенную воронку на определенный шаг сделки. Далее, если пользователь выписал счет, также мы можем поместить в определенную воронку на определенный шаг сделки и, соответственно, если счет оплатил. Если же это делает один клиент, например, он получил бесплатный товар, а потом выписал счет, счет оплатил. То его сделка не создается заново и не удаляется, а она продвигается, то есть просто статус у нее изменяется. Итак, давайте посмотрим, как это работает. Для начала нам нужно настроить интеграцию. Для настройки мы с вами перейдем в настройки, расширение и здесь выбираем AMA-CRM. Далее нажимаем включить и нам сейчас нужно добавить ID интеграции и секретный ключ приложения. Для этого перейдем в AMA-CRM, идем в настройки, здесь нажимаем создать интеграцию. Далее нам нужно указать ссылку для перенаправления. Для этого мы копируем URL, здесь указываем наш сайт. «Предоставить доступ всем», название интеграции, допустим, напишем демо и описание демо. Можешь загрузить свое изображение. Не хватает символов, допишем. Так, и здесь у нас ошибка в букве. Нажимаем сохранить. Итак, интеграция создана. Сейчас нам нужно взять ID интеграции, вставить его. Далее взять секретный ключ. Вставить его. Далее нажимаем сохранить. Так, здесь больше ничего делать не нужно. Нажимаем «Назначить права приложению». Выбираем наш аккаунт. Разрешить. Так, мы возвращаемся, и у нас появились дополнительные поля. И сейчас мы здесь посмотрим выданные доступы Александра, то есть мне выдан доступ. Ну что ж, сейчас все настроено. И мы можем создавать, указать воронки при выписке счета. Например, это будет тестовая воронка. Этап при выписке. Пускай будет первичный контакт. Воронка при выписке счета для бесплатного продукта. Ну, то есть получения бесплатного продукта. Например, переговоры. И воронка при оплате счета. И шаг. Допустим, успешно реализована. Далее. Мы можем передавать партнерские данные при отправке вам от СРМ. В этом случае будет передаваться, кто партнер и какая сумма начислений. Итак, нажимаем «Сохранить». И проверяем, как работает. Идем в продукты. Например, подготовка к триатлону. Выпишем счет. Перейдем на страницу оплаты. И посмотрим. То есть мы сейчас выписали счет. Нужно перейти в сделки. Тестовая воронка. И, как видим, у нас создана сделка в первичном контакте. Данные Александр Куртеев. Бюджет 9900. Партнера здесь у нас не было. Хорошо. Сейчас возвращаемся. Идем в заказы. И подтвердим заказ. Заказ одобрен. И, как видим, в тестовой воронке у нас уже нет никого. То есть продажа уже совершена. Потому что в воронке, в самой таблице канбановской, здесь не отображается задача, которая реализована. Но если мы перейдем к самого пользователя, то мы увидим, что у нас в сделках есть история. Вот сейчас я в успешных. То есть я успешно оплатил 9900. И здесь в хронологии также видим, что вначале у нас создана сделка. И потом создан из первичного контакта. Мы были перемещены в тестовую воронку. Успешно реализованы. Аналогичным образом будет работать выписка и получение бесплатного товара. Можем также протестировать. Перейдем в все продукты. Бег для начинающих. Нажмем продолжить. Итак, сейчас обновим меня. И увидим, что у нас создана новая сделка. И я нахожусь на этапе переговора. Можем перейти. То есть мы сейчас сюда поставили нас перемещать. Далее. Важный момент. Сейчас у нас создаются сделки на нужных нам этапах. Но что делать, если множество товаров? Для этого мы введем тегирование. Буквально в следующей версии у нас будет добавляться тег для сделки с названием товара. Для чего это нужно? Для того, чтобы на основании тегов вы могли настраивать автоматизацию. Допустим, если пользователь получил бесплатный продукт такой-то, то здесь, например, добавим, что если пользователь получил такой-то продукт, и у него есть такой-то тег, то, как следствие, мы можем, например, ему отправить письмо, сменить ответственного или что-нибудь сделать еще. Итак, на этом разбор интеграции с AMOCRM закончен. С вами был Александр Куртеев. До скорых встреч. Пока-пока.